Сегодня открывается наш пятый Всероссийский фестиваль Лермонтов и музыка. Он был учрежден в 2007 году по инициативе президента Международного союза музыкальных деятелей, народного артиста Советского союза Владислава Ивановича Пьевко. Он и является автором этого проекта. В 2007 году среди почетных гостей фестиваля были солисты музыкального театра «Новая опера» Московского и солистка Красноярского театра оперы и балета. Управление культуры и архива Пензенской области сразу определили, что фестиваль будет проходить один раз в два года. И поэтому в 2011 году на фестиваль приезжал наш земляк Алексей Мочилов и солистка Мариинского театра. Еще через два года, в 2011 году, к фестивалю наш квартет премьера приготовил великолепный музыкально-драматический спектакль «Демон». И во втором отделении выступали дети и преподаватели детских музыкальных школ города Пензы. В 2013 году фестиваль был отменен в связи с тем, что мы готовились к 200-летию со дня рождения Лермонтова к 2014 году. И вот тогда автор проекта Владислав Иванович Пьевко принял решение, что в Пензе будет проведен музыкальный фестиваль Ирины Архиповой с программой «Приношение поэту» в преддверии юбилея Лермонтова. И тогда на наш фестиваль приезжал Владислав Иванович, он выступал с оркестром Пенза, и Владимир Бойков, солист в то время Музыкального театра «Новая опера». В 2014 году это был, ну, будем так говорить, самый массовый фестиваль. Дело в том, что в преддверии его с ранней весны проходили фестивали и конкурсы, и конкурс юных композиторов, и музыкальный подснежник был посвящен творчеству Михаила Юрьевича Лермонтова, и фестиваль хоров ветеранов и ансамблей. Все было посвящено этой теме, и поэтому Владислав Иванович тогда принял решение, что в фестивале будет два концерта. Один будет посвящен детям и творчеству ветеранов, а второй концерт будет посвящен профессиональному музыкальному искусству. Вот тогда у нас была такая ситуация, что на стихи Михаила Юрьевича Лермонтова «Парус» прозвучало четыре произведения. Это и оригинал, и обработка для народного хора, и произведения, написанные ученицей, и произведения, которые были подготовлены для оркестра народных инструментов в исполнении юного певца. И все это были разные произведения. Вот поэтому и наш музей Тарханы говорит о том, что к настоящему времени уже почти две с половиной тысячи романцев, написанных на стихи Михаила Юрьевича Лермонтова, в том числе и произведения наших пензенских композиторов. Сегодня руководителем проекта является наш почетный гость фестиваля Васильев Николай Иванович, профессор Российской академии театрального искусства, кафедры специального академического вокала, член центрального правления Международного союза музыкальных деятелей и руководитель Московского городского отделения, самого большого в нашей стране. И с удовольствием передаю ему слово. Он расскажет об участниках сегодняшнего нашего фестиваля. Я на фестивале впервые, и мне, конечно, все это интересно, как начиналось это все. И сейчас, я думаю, тоже внести какую-то свою лепту в это дело. И наша география фестиваля – это пять человек из Москвы приедут. Три студента из ГИТИСа, два студента из Генисинского колледжеского училища, из Саратова, из консерватории будет два человека, и пять человек из Пензы. Но вот я тут сейчас послушал, что, в общем-то, на Лермонтова пишут и пишут, и, в общем, на этом фестивале, я думаю, тоже состоится премьера. Одна из студентов тоже написала музыку, и поэтому тоже, я думаю, интересно будет послушать, что это, так сказать, как это все звучит. Вот поэтому я думаю, что сегодня мы сделаем первый шаг, а вечер будет уже настоящий. Сегодня будет концерт камерной музыки в органном зале, а завтра гала-концерт состоится в Большом зале Пензенской филармонии. И мы, конечно, очень рады, что этот фестиваль будет проходить в этом удивительно прекрасном здании, очень удобном и для исполнителей, и, конечно, очень комфортный для зрителей, посетителей концертов. По программе хочу только добавить, что в этот раз прозвучат произведения и пензенских композиторов, и нашего мастера, светлой ему память, Виктора Чеха, и новых молодых исполнителей и композиторов. И на гала-концерте прозвучит романс, написанный для этого фестиваля нашего руководителя Пензенского регионального отделения Союза композиторов России Евгения Гусева. Ну а о репертуаре этих лет, конечно, лучше всего расскажет Владимир Викторович Каширский, поскольку с первого дня все, что было сопряжено с приемом почетных гостей, участников фестиваля и наших творческих коллективов пензенских, все было, конечно, в руках нашего маэстро. Ну, я хочу сказать, что все эти годы, все эти годы симфонической капеллы, которая сейчас пензен концерта, активно участвовала во всех этих мероприятиях, и я вспоминаю, что с нами пели самые блестящие певцы России и наши пензенские. Владислав Иванович Пивко, он старался всегда обеспечить максимум замечательных исполнителей. То есть это были прекрасные певцы здесь, и Сметанников приезжал к нам, пел на Лермонтовский праздник, и приезжали солисты Новой оперы, и приезжали солисты Большого театра, и других концертных организаций. Ну и всегда, естественно, по традиции мы начинали наши концерты вальсом Хачатуряна из музыки к драме Лермонтова «Маскарад». И всегда, конечно, звучали произведения Рубинштейна, это из «Демона Арии», это звучали романсы, великолепнейшие романсы, которые нравятся публике. И всегда как-то мы расширять старались эти возможности, потому что действительно и произведение пензенских авторов, и того же Романа Тиграновича Давыдова, это был целый концерт, посвященный Лермонтову, и наш хор с удовольствием подготовил эту концертную программу. И сейчас, вот мы надеемся, что вновь прибывший Николай Иванович, он споет с нашим оркестром. Я думаю, что второе отделение, мы его откроем музыкой «Маскарада», и в нем примут участие и гости, и наши певцы. Среди них я должен отметить и молодого Степана Волкова, молодой бас у нас, очень неплохой. И я хочу отметить заслуженную артистку Елену Сафронову, Ирину Керзинскую хочу отметить. Прозвучат «Нет, не тебя так пылко я люблю». То есть такие произведения интересные, которые многое говорят о Лермонтове, о его жизни. Надеюсь, что этот концерт вам понравится, и хочется всех вас пригласить в наш замечательный зал, зал пензоконцерта, зал нашей филармонии, который позволяет вот такой фестиваль провести. Это тоже отрадно. Я думаю, что концерт, наверное, будет и в органном зале, правильно, Слава Васильевна? И в органном зале, вот, сегодня уже. Поэтому мне хочется сказать, пожелать этому фестивалю в добрый путь. И надеюсь, что все вы придете и послушаете эту великую музыку. Особенность сегодняшнего фестиваля. Участники наши все до 30 лет. То есть мы пригласили на фестиваль молодых начинающих певцов. И хочется верить, что это будет началом их яркой творческой деятельности. Спасибо.